Всем привет! Сегодня у нас будут новости Турции. Немножко поговорим о том, что у нас здесь сейчас в Турции происходит. Я рассказываю эти новости с точки зрения людей, которые здесь проживают. Что? Что тебе? Сегодня у нас будет разговор о коронавирусе, точнее о нашем сокрытии, о нашем мини-локдауне, о том, что мы теперь сидим типа как бы на карантине. Это целая эпопея, которая длилась всю прошлую неделю. Я специально это не снимала, не рассказывала. Я ждала, когда уже станет что-то, скажем так, пояснее, уляжется, утрясется вся эта история, потому что каждый день приносил что-то новое и интересное. Об этом писали даже в русских СМИ, говорили по телевидению нашему, в новостях я такие сюжеты встречала о том, что вот, Турция закрыта, все, кошмар, быстрее все, выезжайте, возвращайтесь домой, паника. Турция всегда идет по стопам Европы, на одну-две недельки мы отстаем, и очень часто все у нас сходится практически как в Германии. Ну, к сожалению, выплат у нас таких шикарных, как в Германии весной были, не было. Я имею в виду по планам закрытия ограничений всяких, да, и вот у нас ввели, наконец-то, ограничения. Ну, по сути, они на нашу жизнь не очень сильно повлияли. У меня опять сложилось впечатление, что всего-всего до кучи накидали в список запрещенки. На самом деле этот список потом корректировался. И, в общем, как всегда, короче говоря, да, начнем с самого начала. Нам, скажем так, выдвинули, как это назвать, я даже не знаю, условия государства. О том, что первые выходные, субботу и воскресенье, которые были на той неделе, может быть, на этой так же, я сейчас еще не знаю, будет ли это распространяться теперь на каждые выходные, вполне возможно. Мы можем выходить на улицу с 10 утра до 8 вечера. Дети выходят на улицу сейчас до 20 лет, жители, да, молодые до 20 лет, это называется. Они выходят с часу дня до 16.00. Старики, в свою очередь, выходят с утра до часу дня. То есть стариков до сих пор и детей в Турции максимально стараются разводить, разграничивать их контакты, потому что дети переносят и тоже, в принципе, болеют. Да, старики, к сожалению, очень тяжело переносят, их тяжело вылечить, это очень опасное заболевание. Вот поэтому в лифт мы с дедушками, с бабушками, с соседями не заходим. И, в принципе, слава богу, моим соседям спасибо, и я в том числе. У нас такие люди довольно-таки культурные, и мы с соседями в лифте уже очень давно не ездим, наверное, весь вот этот год. Очень редко. Иностранцы иногда, но в основном даже иностранцы не заходят. Не знаю, что мы там супер боимся заразиться, просто мы уважаем, короче, друг друга. И, возможно, опасения, личную вот эту дистанцию друг друга тоже. Ну, это, блин, как у меня в доме тут дела обстоят, да? Так вот, вышло у нас такое распоряжение, что все, теперь торговые центры, магазины, рестораны и так далее еще. И все-все-все прочее работает до 8 часов вечера. После 8 вечера до 5 утра у нас, как бы считается комендантский час, нефиг шариться на улице. Затем вышла, скажем так, редакция. С 20 ноября отредактировали, закрываются все рестораны на обслуживание, то есть только на пакет-сервис, то есть на доставку. Ты можешь сам прийти, заказать еду и забрать, либо позвонить им в доставку, сервис, чтобы курьер тебе привез. Все доставки работают там до 12, это и до 2 часов ночи, то есть от ресторана зависит. Ты заказывай, кушаешь, но внутри в ресторанах теперь никаких скобищ народа нет. Торговые центры сейчас работают в выходные дни с 11, вот у нас возле дома, они по-разному, честно говоря, с 11 утра до 7 вечера, в будние дни с 10 утра до 8 вечера. Ну не до 10, до 11, как раньше было. Спортклубы работают, которые отдельно стоящие, некоторые закрылись, которые сетевые, либо в торговом центре, мой спортклуб при торговом центре, он работает, я, слава богу, хожу. Но самое, что было ужасно для матерей, для родителей, по сути, нам запретили садики, любые образовательные учреждения были закрыты по изначальной версии этого закона ограничения. То есть получается, что просто мы теперь, скажем так, можем ходить на улице, что-то делать, социальная жизнь особо не нарушена взрослому человеку. Это с 10 утра, ну, грубо говоря, до 8 вечера, ну, с 5 утра в будние дни, ну, я так округляю, да, детям можно до 16.00 сейчас, погулять все равно ты можешь выйти, пожалуйста. В моем районе площадки детские, горки никак не изолированы, пользуются, протирают сами, как всегда, салфетками, там, антибактериальными, все такое. В некоторых районах Стамбула обмотали, чтобы дети не пользовались бактерией, не распространяли, у меня здесь такого нет. И, честно, мало кто ходит гулять зимой, в принципе, тручанки, у кого дети домашние, не садиковские, там, не школьники, они мало гуляют. Те, которые постарше, их выпускают там во дворы, если это закрытая сетая, то есть у нас здесь гуляющих детей, в принципе, немного, потому что тупо холодно, вот и все. То есть как таковы проблемы с детьми, это не лето, здесь попроще сейчас. Могу отметить, что, в принципе, людям очень много стало наплевать, я стариков вижу и после часу дня на улице, постоянно, дедушки, бабушки. Стало очень мало в нашем районе, я в Бахтишхире живу, очень стало мало забыто и полицейских, которые проверяют. Раньше летом еще было навалом, каждый тык, каждые пять метров те говорили, наденьте маску, если у тебя ее нет, там, поправляли, одергивали вас. Сейчас никого нет. В торговых центрах я вижу детей после 16.00, ну, кто-то пришел, там, опоздал, покупки тоже не доколупываются особо на улицах. Короче, стало, наоборот, как-то со стороны контроля более лояльно. Может быть, не хотят давить на людей, потому что это определенные запрет рамки, боятся, естественно, там, народного бунта и всего прочего. Но народный бунт у нас был, сейчас про школу расскажу. По сути, мы стали просто все активные такие заведения, социальная жизнь до восьми вечера просто, и не работают рестораны, нельзя покушать, посидеть, кафешки. Все только на пакет сервис, на взять с собой. По сути, этот закон, скажем так, опрокинул, кинул официантов, и ресторанный бизнес, и все. Остальные, как бы, как работали, так и работают. Них очень-очень жалко, конечно. Ну, блин, сэляви такая жизнь. Но когда сказали, что закроются садики, школы, и в том числе частные, государственные уже давно, там, они и на каникулах были, кто на дистанционке, как попало, все учатся, уже непонятно, блин. Но садики частные, они работали. И вот в один день говорят о том, что садики тоже закрываются. Вообще любые учреждения, все эти ограничения у нас, типа, до 1 января, но нет никакой гарантии, что потом это нам не продлят, скорее всего, продлят. Никто вообще не верит в то, что 31, типа, раз и это прекратится. У нас, я думаю, что это будет, скорее всего, опять до лета, до июня месяца, до окончания весны, когда вот весенний еще грипп будет, вот эта вся история, или когда начнут нормально, там, вакцины прививать. Вот тогда это будет только в тот момент, а это будет к весне, скорее всего, к окончанию весны 21-го. Поэтому я не думаю, что наша жизнь особо изменится в плане вот этих запретов. На Новый год, конечно же, все поняли, ни ресторанов, ни клубов, ни тусовок ничего не будет, как и в России, в принципе. Ну, мы особо честно... Ну, хотелось, конечно, ну, что ж, не идеальный мир, нам и так пойдет. Мы будем вечеринку, скажем так, дома для себя делать, для мужа, для ребенка. Так вот, когда сказали, что садики будут тоже все закрываться, и частные, и не частные, начался бунт. У нас вообще организовалась коалиция матерей, потому что, по сути, не работают только служащие сервиса ресторанного, да? Кто будет с детьми дома сидеть? Родители-то, как работали, и работают, а садики хотят прикрыть и школы частные. Ну, и садики, в основном, вопрос садиков был, типа, привет, а кто с ними сидеть будет? Значит, старики, деды и бабушки, у кого они вообще есть, которых, наоборот, советуют в новостях везде дистанцировать стариков и детей. Начался бунт. За один день матери начали организовываться вот этими материнскими чатами по школе, по садику, или вот этим материнским, как у нас в России это называется, совет, как родительским советом, короче. Начали писать петицию, оформили и подписали петицию о том, что вот, открывайте, кто будет с детьми сидеть. Блин, ну реально, я в том числе, как бы, кто будет этим заниматься? Я могу, окей, сидеть, но другие не могут. И дети, к сожалению, к счастью, в частных вот, например, садиках, они очень хорошо, это безопаснее, вот честно, чем он сидит дома, и ты с ним идешь гулять с часу до четырех, как разрешено, да, по времени. Потому что там они проходят обработку, меряют температуру, все обеззараживается. Они в закрытом, по сути, помещении гулять их не водят. Нет, гуляем я с ребенком после садика, сама гуляю, все. Я просто пораньше забираю, чтобы было время еще и погулять нам, короче, вот. Получается, ребенок там в более безопасной ситуации, чем он будет шастать дома во дворе, трогать все подряд, в лифте кнопки, все прочее. Там безопаснее, чем дома находиться, вот к чему пришли. Но собралась другая коалиция матерей, которые тоже начали потом подписывать петицию о том, что какого черта, пусть все сидят дома. Ну, на самом деле, нам потом на следующий день разрешили детей, короче, с понедельника, а наши дети уже пошли все в садики. Скажем так, матери, не скажу ложная тревога была, но там у кого, блин, до нервных срывов истерик, у я в том числе, разочарование и паник. Все рванули, короче, когда вышло это распоряжение сказать, няня, няня на расхват в один вечер. Мне удалось, ну, няню нашу застолбить, потом, блин, я извините, садики открывают нам ваши услуги. Я не вижу, короче, целая канитель была, и к понедельнику все равно все пошли в садики, короче, все по плану пошло, и в школы, кто учился. Есть же еще каникулы, не забывайте, осенние. Короче говоря, разрешили. Но общество, именно вот матерей с детьми, они разделились на два клана сейчас. Есть матери, которые, в принципе, в садики свои давно уже не войдут, лео ходят в государственные школы, и они недовольны тем, что кто-то, скажем так, получается, платит деньги в частные садики, в школу ходит, а они учатся, позволяют себе, скажем так, у них есть деньги учиться. Это все равно социальное расслоение в этом проблеме, они позволяют себе учиться, и, скажем так, недистанционно детей своих учить. Ну, потому что в частных садиках и школах малые группы. Это не по 30 человек, да, 25, а по 5-6, там, по 7, по-разному у всех. Кто хочет, кстати, в частных, кто-то не водит так же, это все еще есть. И по твоему родительскому, короче, выбору, выбору твоей школы, или заведение, где учится ваш ребенок. Вот. И вот, короче, по сути, это, на самом деле, финансовая проблема. Кому-то завидно, кто-то тоже так хочет, кто-то не хочет. И знаете, в чем вопрос? Мне вот лично, кто вот здесь в Турции живет, меня поймут. Вот. Очень интересно получается, что есть матери, которые за то, чтобы дети сидели все дома и на дистанционке учились, но при этом к ним толпами ходят соседки на чаепитие, также по подъезду родственники толпой приезжают, или они ездят к родственникам в гости, целуются там в десна, обнимаются, руки целуют по традиции, да, турецкой. Это вирусы не передает, да? А в садик или в школу ходят? Они разносят бактерии, вирус так никогда не остановится, они панику наводят. Вот такой здесь сейчас вот раскол идет в обществе. Просто война среди мантерей, я бы сказала. Ну, с кем я общаюсь, я это очень сильно чувствую. Это очень такие темы обсуждаемые среди женщин сейчас. Ты к какому клану, твой ребенок ходит или нет? Очень, короче, на это смотрят. В частности, у меня мало кто водит детей на обучение. У нас, в принципе, не очень много детей. И соседи у меня есть учителя в частной школе искусства. И у них есть дочка, она сидит дома, они ее не водят, она не учится, на дистанционном. Ну, на нас они там косо не смотрят, не фукают, что мы ребенку, например, в садик возим. В общем, короче, я считаю так, жизнь не остановилась. И все равно надо как бы не совсем уж, знаете, веревку перебрасывать и вешаться идти, да? И все сидеть дома, запираться. Если есть возможность безопасно, скажем так, ребенка обучать, чтобы он не деградировал, а был в группе, в социуме, пусть он идет. В конце концов, скоро все равно все это уже закончится. И мы свыкнемся с этим вирусом, и продолжится наша жизнь все равно. Вот такие у нас здесь сейчас новости Турции. Я себе, о своей семье хочу сказать. У меня вообще свекры, мы очень мало с ними видимся в этом году, только летом. Сейчас месяцами практически не встречаемся, но потому что они у меня в возрасте, в группе риска, с заболеваниями всякими своими, и не дай бог им заболеть короной. Плюс у моих свекров еще живет бабушка моего мужа, а ей уже 97 лет, там человек вообще наладом дышит, не дай бог ей заболеть. Поэтому мы очень редко видимся со свекрами, и они мне вообще, честно говоря, планируют переехать, возможно, из города, купить квартиру в маленьком городе под Стамбулом, прямо на берегу моря, короче, что-то из города уезжать. Потому что им просто уже хочется к природе, к земле и все такое. Мы вот этот момент сейчас обдумываем. Еще хочу что сказать, что историю рассказать у моего мужа, у моего мужа-друг, у его мамы, ей 70 лет сейчас, и она была на операции плановой в Девилет-Хастане, государственной больнице. У нее убирали опухоль мозга. Это серьезная, но это плановая операция, это не рак, но просто опухоль, пока что доброкачественная. Вы не представляете, ее заразили в больнице короной. После операции на третий день у нее уже начались симптомы, и тут же сделали тест, он оказался положительный. И вот она после реанимации, после операции, тут же ее переводят в ковидное отделение. Заразила ее медсестра, которая была на работе. Ее тут же на ИВЛ положили. У нее очень упала сильная сатурация, и где-то 5 дней, неделю, она параллельно с моей мамой, в принципе, болеет. В общем, она вообще в таком бреду была, она не узнавала сына своего, друга, моего мужа. Очень все плохо было. Он, ну, вообще, короче, мы были вообще и в шоке. Но, представляете, женщине удалось выкарабкаться тут же после операции на мозге удаление опухоли. И у нее сейчас коронатест отрицательный, негативный. И уже прошло где-то 2 недели, как ее лечение. Ее перевели просто, она все равно в больнице находится, потому что она, ее не стали отпускать домой, чтобы она еще где-то не заразилась, и 2 недели карантина, и все прочее. Конечно, она просто лежится в палате этой интенсивной терапии, восстанавливается потихоньку после операции. Вот такие чудеса бывают, представляете? Я очень рада, что ей удалось победить эту болезнь. Вовремя приняты были меры. Но, с другой стороны, представляете, заразилась больница от сотрудника, блин. Ну, вообще, ну, это форс-мажор, такое бывает. Если не вдаваться, скажем так, во все вот такие сейчас корону-новости в Турции, просто о новостях в стране, может быть, попозже, на неделю еще сниму вам отдельное видео. Особо таких прям новостей нет, конечно, потому что все сейчас обсуждают вот эти запреты, поправки к ним, войну матерей, детских садов и всего-всего прочего. Что у вас новенького интересного? Задавайте свои вопросы в комментариях под видео, оставляйте комментарии. Если поставите лайк этому видео, я буду очень признательна. Мне будет приятно. Это помогает развитию канала. Я под видео оставляю свою почту, для того, чтобы вы присылали свои истории, делились ими, чтобы я зачитывала видео, или записывались на консультации. Скоро увидимся. Всем пока!